акварельная бумага бумага для акварели привет я дарья поздняк я подготовила для вас этот обзор сделал выкраски чтобы посмотреть какая бумага забирает цвета на какой бумаге цвет остается ярким и насыщенным также я покажу все в ценах и где заказывать данные бумаги я сделал для вас выкраску взяла несколько акварельных цветов и на разной бумаге выкрасила для начала давайте посмотрим бумагу из хлопка стопроцентный хлопок 300 грамм у меня здесь 4 бумаги арчес мелкая фактура сандерс ватерфорд мелкая фактура сандерс ватерфорд средняя фактура и склейка баохонг средняя фактура средняя фактура баохонг чуть чуть ярче чем средняя фактура сандерс ватерфорд мне так кажется мелкая фактура арчес чуть чуть ярче чем сандерс но опять же вы можете видеть что на самом деле они все цвета яркие давайте теперь посмотрим целеозу здесь у меня представлен букинфорд мелкая фактура букинфорд средняя фактура в этом альбомчике в отзывах я прочитал с одной стороны лист как бы средней фактура с другой стороны лист мелкой фактура вы можете видеть что интенсивность цвета на всех этих бумагах хорошие а теперь давайте посмотрим по ценам и где покупать а теперь посмотрите сравнение всех выкрасок которые я сделала и на хлопке и на целеозе давайте посмотрим сколько будет стоить бумага сандерс ватерфорд если мы купим ее на сайте jackson's art если вы можете позволить себе большое количество бумаги купить либо если у вас есть компашка художников скинувшись на всех вы делаете одну большую закупку и так смотрите я кинула в корзину бумагу 300 грамм high white это значит белые 20 листов две такие пачки я не могу кинуть потому что у нас вот такая минимальная доставка цена за доставку беспошлиный ввоз сейчас в россию всего 200 долларов это 14 тысяч рублей с копейками две такие пачки у меня не получается поэтому я взяла еще одну пачку точно такую же на 10 листов и у меня оставалось там еще некоторое количество денег вот тут до 14 тысяч рублей я взяла еще пачечку 5 листов и давайте теперь посчитаем сколько будет у нас стоит лист значит у нас есть общая вот такая стоимость 13 945 мы ее делим на 35 листов и один лист акварельный у нас получается 398 рублей и давайте посмотрим теперь листы балхонг 300 грамм тоже стопроцентный хлопок я буду вам показывать цены из магазина озон но на вайлдберрис чуть чуть дешевле эти цены я вам тоже назову и так смотрите если мы берем 5 листов хлопок 300 грамм то цена за один лист у нас на озоне будет 315 рублей если мы берем на вайлдберрис лист будет стоить 300 рублей если я возьму 10 листов то один лист будет стоить 295 рублей и если я возьму это на вайлдберрис то он будет стоить 280 рублей то есть вы видите на вайлдберрис чуть чуть дешевле теперь давайте посмотрим если вы на сайте jackson's art например захотели купить альбомчики букинфорд я накидала в корзину самая дешевая доставка в этой категории 2 200 если мы берем альбомчики потолще вот эти у них 25 листов это конечно же влияет на вес то в доставку за каждый альбомчик дальше добавляется какая-то цифра если мы добавляем какой-то из этих альбомчиков у них всего 12 листов и доставку добавляется меньше цифра около 100 рублей здесь же больше в зависимости от размера от веса потому что каждый размер добавляет свою цену но суть в том что вот первоначальная самая первоначальная доставка стоит 2 200 на небольшие альбомчики возможно вообще учтите на jackson's art всегда так во первых есть товары со скидками поэтому я могу записать видео ролик а цена потом изменится то есть она может быть сейчас со скидкой или потом она будет со скидкой имейте это в виду а второе когда вы накидываете в корзину с одной стороны цена за доставку в корзине увеличивается когда вы кидаете туда тяжелые товары или большие но также она уменьшается если вы накидываете больше товаров то есть если вы берете один альбомчик вам будет невыгодно вот как я сейчас накидала здесь оптимально здесь получилось вот эта минимальная доставка в этой категории 2 200 я потому что накидывала и выкидывала и смотрела как она меняется если брать только два альбома то невыгодно если брать вот такого типа вот 4 штуки как я накидала то вполне может быть давайте их посчитаем общую сумму я здесь поделила на 4 у меня получилось 1660 за один альбом но это не совсем честно потому что альбомы разные по размеру разные по весу разные по цене но тем не менее просто я не знаю как здесь по-другому посчитать и хочу вам показать как это будет в красном карандаше во первых вот этого альбома в красном карандаше нет что очень обидно потому что он очень выгодно здесь 25 листов 25 а здесь всего 12 то есть если рисовать много-много набросков то по цене намного выгоднее то есть вы можете видеть что цена вот формата 4 вот формата 4 цена не сильно отличается хотя здесь больше чем в два раза увеличено количество листов этих альбомов к сожалению нет в красном карандаше и вообще в художественных магазинах поэтому если вы вдруг будете на jackson's art брать какие-то краски акварельки например или будете брать бумагу акварельно и у вас там будет возможность попробовать этот альбомчик попробуйте я очень рекомендую так давайте в красный карандаш перейдем смотрите размер у меня приблизительно показано то есть четко полностью размер в размер подогнать и не смогла знать что у меня здесь есть размер а4 и а3 красном карандаше я нашла вот размер 29 7 на 42 но это почти а3 потом здесь стоит 2 215 даже с учетом того что мы там поделили все альбомы на 4 всю ценой получилось 1660 нормально и альбомчик я нашла вот 26 на 18 но это почти а4 вот он здесь чуть больше тысячи там он у нас стоит такая цена но за счет доставки увеличивается и как бы маленькие альбомчики вот эти вот booking ford конечно вам выгоднее купить в каком-то художественном магазине где вы их найдете в красном карандаше или где-то еще но если вам нужны вот такого рода альбомы и вы что-то уже на джекса не заказываете например акварели или бумагу в листах то имеет смысл попробовать а теперь давайте посмотрим на алиэкспресс альбомчик из целлюозы здесь есть два размера 20 сантиметров и 26 с половиной сантиметров 20 сантиметров альбомчик стоит вот так чуть меньше 800 рублей стандартная доставка бесплатно видите большой альбомчик у нас стоит вот 1100 рублей а я почему купила этот альбомчик на пробу ну во первых мне очень понравилась обложка вот такой я себе взяла что я думаю так как у этого альбомчика спирали открываются и туда можно вставлять листы когда эти закончатся он довольно удобный эти две обложки по краям они жесткие я куплю какую-то бумагу нарежу ее дыроком наколю дырок и буду собирать сама себе набор есть бумажка 300 грамм целлюоза обратите внимание листы маленькие примерно в четыре раза меньше чем те большие которые мы считали поэтому я считаю сначала один лист это будет 30 рублей потом умножаем на 4 будет 120 рублей получается что у нас лист из хлопка стоит около 300 рублей а листа целлю из целлюоза стоит 120 рублей этих же магазинах озон и wildberries вы можете взять вот эти склейки с хлопком в которой тоже я делала выкраску и смотрите по ценам склейка 10 листов хлопок 300 грамм размер 310 на 410 это примерно формата 3 стоит 1431 склейка квадратная как у меня вот 26 на 26 сантиметров тоже 300 грамм 100% хлопок 10 листов 917 рублей это склейка на wildberries и стоит 871 рубль но чуть чуть дешевле как я вам и говорила давайте подведем итоги я заказала себе бумагу из хлопка в мелкой средней фактуре паухонг целлюозу брать не стала потому что там сейчас только крупная фактура я бы хотела мелкую китайский альбомчик у меня уже есть поэтому мне его покупать не нужно на него отдельно обзор скоро выйдет склейка из хлопка у меня тоже есть и более развернутый по ней обзор я обязательно еще сделаю если вам нравится работать в склейке из хлопка попробуйте этот балхонг сейчас цена на wildberries очень приятная кстати они на алиэкспресс совсем невыгодно получаются если вам понравился этот обзор подписывайтесь чтобы не пропустить следующие видео а с вами была дарья поздняк и до новых встреч